У УСАИД имеется план на случай падения режима в Венесуэле. Венесуэльцы хотят вернуться на родину. Элнуэ Вейроуд, США. Майкл Вильнер. Элнуэ Вейроуд, США. 30 сентября 2019 года. В среду глава УСАИД Марк Грин сообщил в интервью новостному агентству Макклечи, Мчлач, что УСАИД уже заготовлен сценарий на случай ухода Николаса Мадуро. Этот план учитывает даже проблемы логистики, с которыми неизбежно столкнутся американцы в полуразрушенной стране, которая по площади в два раза больше Калифорнии. В результате гуманитарного кризиса в Венесуэле более 4 миллионов мигрантов и беженцев бежали в соседние страны. По данным Организации Объединенных Наций, это худшее происшествие подобного типа, которое когда-либо случалось в западном полушарии. Однако в отличие от других международных чрезвычайных ситуаций, в частности сирийского кризиса, который потряс Ближний Восток и Европу, Марк Грин считает, что большинство венесуэльских мигрантов захотят вернуться к себе домой. «Я считаю, что венесуэльский кризис отличается от всех остальных, которым я когда-либо был свидетель», — сказал он. «Мы теперь постоянно думаем о том, что произойдет на следующий день, что нам понадобится завтра». В настоящее время УСАИД изучают доклады гуманитарных организаций, имеющих непосредственный доступ в Венесуэлу, а также опросы мигрантов, многие из которых бежали из страны из-за проблем со здоровьем. Энергетический коллапс и постоянные отключения электроэнергии в Венесуэле полностью подорвали систему здравоохранения страны. Это привело к серьезным осложнениям у пациентов с диабетом и угрожает вспышками новых заболеваний, таких как малярия и корь, которые до этого считались почти побежденными. Мы думаем, как помочь тем людям, которые так долго страдали от болезней. Поэтому дальше нам надо будет решать проблему предоставления жизненно необходимой помощи людям внутри страны, а это большая страна. Мы уже многое спланировали и предусмотрели, сказал Марк Грин. Другие департаменты США, такие как Министерство торговли и Пентагон, разработали аналогичные планы для различных сценариев ухода Мадуро. Однако Марк Грин фокусируется на предотвращении кризиса здравоохранения. Когда я встречался с венесуэльской диаспорой в Майами, я обратил внимание на то, сколько врачи и медсестер из эмигрантов регулярно и без огласки ездят в Венесуэлу, чтобы обеспечить необходимую благотворительную помощь согражданам, сказал Марк Грин. В Венесуэле существует система здравоохранения, но говорят, что ни одна больница в стране не оборудована должным образом. Поэтому, наступит день, когда начнет происходить печальное и неизбежное. Кризис в Венесуэле значится также в повестке дня президента Дональда Трампа. На пресс-конференции после встречи с латиноамериканскими лидерами в среду Трамп сказал журналистам, что из-за кризиса здравоохранения в Венесуэле продолжают умирать люди, и это оправдывает гуманитарную помощь США и поддержку Хуана Гуайда и его последователей. Так, в среду госсекретарь США Майк Пампе объявил о выделении 119 миллионов долларов дополнительной гуманитарной помощи на борьбу с кризисом в Венесуэле. Эта сумма покроет расходы на медицинскую помощь тем, кто находится внутри страны. Таким образом, общая сумма помощи США в Венесуэле составит 568 миллионов долларов. Соединенные Штаты и еще более 50 стран признают Хуана Гуайда, председателя Национальной Ассамблеи, исполняющим обязанности президента Венесуэлы. По долгу службы я часто встречаюсь с представителями общин со всего мира. Тенденция такова, что беженцы и мигранты редко возвращаются на родину. Однако с Венесуэлой ситуация отличается, сказал Марк Грин. Во время моих поездок в Майами, в Колумбию, Эквадор и Перу я видел, что венесуэльцы хотят вернуться домой. Этот народ отличается национальной гордостью. Они помнят те еще не очень далекие времена, когда экономическая ситуация была стабильнее, и они хотят вернуться на родину. Когда на следующий день, после падения Мадуро, мы прибудем в Венесуэлу, нам, безусловно, предстоит долгий и трудный путь реконструкции страны. Но я думаю, что это будет происходить не без помощи тех венесуэльцев, которые хотят вернуться домой, сказал Марк Грин. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.